Так, ну что, здорово, это некий вложик, сегодня в этом видосе вы увидите ПК за 200 кант, обязательно, конечно, ставьте лайсик, блядь, лайсик, я сказал лайсик? Ставьте лайкусик, подписывайтесь на канал, потому что трафик что-то в заднице, вот, надеюсь, этот видос вам понравится и погнали. Кстати, недавно узнал новость, которая понравится не только фанатам игры, но и любителям музыки. Яндекс Музыка из студии Fibroom выпустила VR игру Dance Loop, а теперь просто представьте, вся музыка исчезла из нашего мира и чтобы ее спасти, нужно отправиться в путешествие по разным вселенным и собрать ячейки с музыкальными данными. Ритм, задаваемый треками на разных уровнях, превращает игру в энергичный танец. Кроме захватывающего сюжета, хочу отметить и саундтрек к игре, он написан музыкальным экспертом Ником Завриевым и нейросетью Яндекс Музыки, а как поиграть, спросите вы? Так вот, подписчики Яндекс Плюса могут бесплатно поиграть в Dance Loop в VR-клубах-партнерах, а обладатели VR-шлемов и контроллеров могут скачать игру и играть бесплатно. В сторах Steam Oculus Side Quest игра бесплатная, да? Так что, если хочешь стать спасителем музыки и отправиться исследовать параллельную вселенную в ритмичном танце под электротреки, переходи по ссылке в описании и скачивай игру в Steam для VR или записывайся в VR-клуб своего города. Пока мы едем, а ехать нам около часа, мы взяли с собой вот эту вот игру. В итоге, короче, суть этой игры в том, что есть некая ситуация и сразу на карточке указан некий ответ к этой ситуации и путем загадывания ситуации ты должен догадаться, в чем причина. Вот, игру достаточно прикольная, в нее можно играть в дороге, у бабушки, короче, там, где есть вообще компания, у бабушки компания была. Мужчина смотрит фильм, вдруг услышит множество взрывов и крики людей на улице, затем наступает тишина. Мужчина выключает телевизор и ложится спать. Несущественно или близко? Несущественно. А крики конкретно на улице были реально? Да. Это было какое-то пати. Это была весна. Это был какой-то праздник. Да, это был. Хэллоуин? Нет. Новый год? Да. Это был Новый год, он услышал крики и такой типа, гляд. Это нормально, типа. Самая фиговая ситуация. Знаете, типа вот, и самая неинтересная ситуация в этой игре, типа. Я корточку просто прочитал. Я? Да. Давай, давай, давай. Короче, мужчина работает, вдруг у него рвется костюм, спустя 10 минут он умирает. Ой, он этот, парашютик, который с парашюта прыгает, я космонавт. Он еще не прочитал даже, по-моему. А кто Настин ответ? Космонавт. Вот умница. Да? Конечно. Хорошо, если у парашютиста порвется костюм, у него единственное будет видно жопа. Нет, это уже тоже может быть. Да, Никол. Но степка с этой фигней. Ну не парашют же. Что ты так опался? Это неправильно. Вымерла Настя, потому что... Я тебя тоже все пущу по кругу. Лена, за что? За то, что ты не угадала? Ну ты токсик. Можно было бы не... Пустит по кругу. Напишите ей, что она токсик просто. Ленин, хватит. Каждую неправильную версию Макса я буду просто со всех сторон. Уничтожать, да? Аксидать и говорить, ну как можно быть таким тупым? Итак. Итак, давайте, давайте. Я укатаю. Дмитрий умер от того, что перепутал цвета. Ну, дальтоник. Провода. Ну, это с этим связано. Но давай историю. Запер. Нет. Провода. Хорошо. Нет, с проводами это никак не связано. Да. Дмитрий умер с вами. Он разбился. Нет. Потому что проехал на красный. Я знаю, так было. Я видел это. Нет, первоочек. Как можно быть настолько, типа, поверхностным? В смысле поверхностным? Типа, я базарю, так и было. Кто-то поехал на красный, и, к сожалению, в него... Окей, это летая история. А, ну вот ты так сразу бы сказала бы. Ладно, хорошо. Он перепутал цвета. Это не дорога, это не сапер, это не бомба. Да. Он перепутал таблетки? Близко, но нет. Я умный. Нет, нет, но, блин, это просто... Я тебе подсказала со здравоохранением, поэтому ты отгадал. Но здесь немножко... Подумайте просто, вот небольшая подсказка. Жаркий климат, ну такая типа страна, где... Он выпил не ту воду? Нет. Он, блядь, был во всем красном, его выкзбил. Нет, но это связано с другим живым. Это... А, живым другим существ... Он был... Ну, блин, ты списил мою идею, я тоже хотел сказать, что это было бы. Причем здесь страна, здравоохранение и животное? Это скорее не животное, это... Явление природное? Нет, это животное как-то среагировало на этот цвет. Нет. Это типа, допустим, этот вот суслик такого цвета, он ядовитый, а этот суслик такого цвета не ядовитый. Да, это близко, но он не мог определить этот цвет, но как бы, это случилось же после того, как что-то произошло, и ему нужно было определить цвет. Короче, он, это, яд, яд, яд. Да, он не высыл яд. Нет, ну... Короче, он противоядие неправильное выпил. Нет. Ну, да. Типа таблетки того цвета, после того, как отравился, и он... Нет, не отравился, но самое главное, что с ним случилось? Его вырвало, его вырвало. Нет. Его укусили, и его вышло... Кто укусил? Змея, блядь. Да, да, его укусила змея, и проблема была в том, что он не мог к врачам... Короче, это произошло в Таиланде, и если туристы в Таиланде кусают змея, то врачам нужно понять, по цвету какая это змея, чтобы, соответственно, он выпил правильное лекарство. Они ему пытались помочь, но, ну, видимо, это было все как бы дистанционно. Он не мог назвать цвет, потому что он был дальтоником. В итоге... Короче, я зачитаю, чтобы было понятнее в Таиланде. Если туристы кусают змея, местным врачам требуется определить породу змеи, чтобы подобрать противоядие. Сам турист в этом, как правило, не разбирается, поэтому у него спрашивают, какого цвета была змея, и по цвету определяют разновидность. Дмитрий был дальтоником, поэтому получил противоядие не от той змеи. Эх, Дмитрий, Дмитрий. Один Дмитрий забрал комп за 200к сегодня, мы посмотрим, как он это сделал. Так, ну чё, мы у Димана, мы уже поели прям хорошечно. Дмитрий Снупович, привет. Я счастлив. Я счастлив? Вот этот парень купил ПК за 200к. Да? Да. Ты чё? Короче... Ты задолол уже? Ну, неплохо, Дим, неплохо. Рассказывай, как я. Зачем тебе нужно было ПК за 100к? Ну, я в первую очередь брал из-за рендера. А во второй из-за игрушек? Хочется, хочется чё-нибудь такое, графонисто запускать. А, понятно. Короче, 200к, а не меньше. Да, даже больше. А вот за 250к? За 150к, кстати, нет. Мог, но а смысл? Понимаешь, когда ты больше мучаешься, так интереснее получается. Да, кстати, напоминаю, что у Димана возникла проблема, когда он собирал ПК, у него не запускался изображение на ТВ. И получилось так, что это вообще была проблема с телеком. Якобы драйвера конфликтовали, и если у вас будет такой зелёный экран, или синий, то, возможно, даже фигня в мониторе или телеке. Но, скорее всего, в телеке, потому что, скорее всего, они очень старые. Подожди, я дополню по поводу современных драйверов для видеокарты. Когда ставишь новые драйвера, 23-го года, они имеют свойство тут... менять выход на HDMI из этого телека просто не видят старый телек. Поэтому лучше реально брать новую современную модель как раз по новую систему. Ты так и сделал, да? Какой-то новый Моник? Да, я просто поменял на старый. Ну, не станет. Чё-то, мне кажется, он врёт. Да успокойся, я потом докуплюсь. Ладно, но корпус идёт зачётный. А чё ж не в коробке не собрал? Коробка плохо, она... А, вентиляция нет. Нет, ну, на самом деле у тебя машина такая, так скажем, нормальная. Ну, он собрал, чё? Ставь лайк, если сёрка это просто каркас всей конструкции, блин. Включай. Короче, да, смотри, сейчас Диман запустит, как он шумит на максималке. А поскольку у меня нету шумодава, вы офигеете, наверное, от звука, который будет сейчас. Ещё погодим звука. Ого, смотрите, смотрите, разгоняется. Всем тишина. Ну, знаете, так кондёр и обогреватель можно не брать, честно. Ну, кстати, потоки сейчас, они где, вот здесь? Вот здесь, наверное. Вот здесь поток. А давай, я не могу, фонтистик. Давай мою чёлку. Ну, ветер тут такой, я бы сказал, нормальный, ну-ка. Нормальный бывает. Нормально, нормально. А это что за провода? Да это кнопки запуска, сделай. Я думал, это детальки из лего. Похоже. Это кнопки запуска. А, то есть у тебя даже кнопки нету? Да вот кнопки, это просто с корпуса с этого. Короче, в эксклюзивном чате на Boosty он вообще скидывал так, как он собрал комп по первые разы. Поэтому, если вы хотите узнавать самые уникальные новости, можете подписываться на на Boosty. Ссылка в описании. Так, Диман, ну, я обещал проверить твою комнату. Кстати, пришёл VR протестить, чтобы пацаны тоже поняли, что такое, тоже в этом видосе будет. Так, гавайская рубашка, жёлтая футболка. О, легенда, легенда, пацаны, смотрите, легенда, смотрите, Снупи Клерович, офигеть. Вот это, кстати, за счёт футболки я бы такое сделал. Киберпанковская и Киберпанковская. Клёво. Диман, сколько время? Примерно час 15 минут. Примерно? У тебя же часы есть. Примерно, понимаешь, я смотрю на точку часа 03. Ты увидел меня в телефоне. Диман, сколько раз пресс делаешь? Я не делаю пресс, я работаю. Зачем тебе это столько для пресса? Это чтобы отдыхать. На самом деле у Димана капец, как и уютной комнаты, мне нравится его расположение, особенно мне нравится вот этот угол. Он просто великолепный, то есть вот сюда можно сделать какие-то полочки. А не очень киевская акула есть. Ой, киевская акула, Диман, что ж ты не сказал? Она здесь тысячу лет, туалет. Она просто здесь первый раз. Сюда бы поставить какой-нибудь такой, можно даже угловой стол, сюда сделать два Моника, здесь... Да заткнись, погоди. Кстати, какие планы у тебя именно на вот этот угол? Первое, это, конечно, обновить корпус. Все-таки докупить Моник какой-нибудь отличный, например, 21 на 9, какой-нибудь 144 Гц, наверное. И потом замутить белый стол огромный. Зачем тебе 144 Гц, если ты в Fortnite играешь как говно? Как это для других игр, для одиночных. Для одиночных игр 120 FPS. Ну кайфово уже Форзе кататься. Ну ладно, здесь я согласен. Кстати, прикольно, что здесь встроенный Bluetooth-модуль, и я, получается, могу компу его подключать. Вот это на комзо 10K и Bluetooth-модуль даже есть. Жалко, что кнопок нет нормальных, братан. О, давайте запустим Форзу, попробуем. Ты недорассказала, что ты хочешь сделать с уголком. Смотри, ты хочешь поставить стол, раздвинуться, да? Но, кстати, это фиговая идея, потому что... Но я хочу от стены до стены. А вот у тебя здесь еще классный угол, на самом деле. Да, можно и Г-образный стол сделать. Да, да. До одной стороны. Ну, я и так тоже. А зачем тебе та сторона, если ты, ну, вот там, вот сет сзади тебя? Смотри, нету места практически. Здесь нету места. Но ты можешь заказать стол такой же, вот условно, чтобы он тебе пофигу выпирал, там, вот такой Г-образный. Но зачем тебе, типа, сделать здесь, потому что даже... А как же, можно здесь сделать моник, можно сюда поставить бокс, можно еще что-нибудь дополнительное. Так сюда ты тоже можешь это сделать. Да, но здесь у меня все время стол занят чем-то. Мне либо здесь ноутбук лежит, либо здесь экспорт лежит. Смотри, смотри, если ты включишь вебку, если ты не закроешь, у тебя будет условно видно всю комнату. А так у тебя офигенные зоны, чтобы тебе ничего не видно было. Ну, мне вебку ставить только вот из-за сюда. К сожалению. А если я сверху, то я его взлету. Знаю, тут заставка... На Xbox было быстрее. Заставка одинаковая идет, вообще-то. Но запускалась она дольше. Ну, а сейчас в Waste, в главном меню запустим. В смысле? Она у тебя запускается дольше? Сейчас через главную. Типа, с момента на кнопке клик ярлыка он тебе запускался намного больше. А что он как... А, это нормально, это эти свистят. А, это его как кузнечик. Или SSD-шка. SSD-шка вроде загружает. Базарю, я в деревне такой звук слышал. Что, она не запустилась? Да долго она должна быть. А что ты мне тыкаешь камерой, блин, в лицо? Братан, ну реально долго грузишь. Чтобы показать мощь 12-х. Я видел такую тему, когда бьешь, типа, он лучше... Лучше не бить. Так дед говорил, работать начинается лучше. Я думаю, во всем виновата Степка. Да. Она. Она, она, она. До встречи. В Румане встречи? Проверим. Так может быть ты включишь Форзу? Нет. Запускается? Конечно. Е-е-е, с первого раза. Подожди, она еще не впечивает до конца. Да, сейчас пока ошибку покажут, типа, извините, Дима. Ваш ком слишком мощный для этой игры. О, все, все, ну-ка, ну-ка. Как, кстати, было даже ты? Ты что, блин? Все, ну, вон, кадры сверху. Кадры, пацаны, кадры. 103, о, 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 видеокарта 95%. Ну-ка, ну-ка, задрифти тут, Дима. Куда тут дрифтить-то? Дай реальную разницу проверить. Ну, графика, вот. О, вот это графика, Дима. Давай, блин, не включи игру, мне похер на это. И все. Конечно. А ты что думал? Что же ты ожидал от Форзы? Ну-ка, а сделай вид от первого лица. От первого, чтобы я видел задний этот самый. Ну, кстати, вот здесь довольно-таки четко. Ну-ка, ей дальше. Ну, кстати, сзади тоже прогружается эти, уменьшается он, видишь? А, потому что это Форза. Потому что тебе комнату надо было брать за 250 тысяч рублей, а не за 200. А, ну, да, видимо. Не, ну, если честно, вот. А это, понимаешь, это Форза, она одинаковая везде абсолютно. Да, то есть... На задние, как видите, прогрузки, да, они одинаковые. Это сейчас просто ночь в игре, блин, надо... Гонку какую-нибудь даже запустить. Короче, я по первому впечатлению могу сказать, что... Если просто запустить ее на ПК, там за 200к, я бы не сказал, что какая-то есть жесткая разница по сравнению с тем же Xbox Series X, чтобы прям... Вот, да, действительно разница. Может быть, это будет видно в детальных сравнениях, по типу взять два экрана, врубить там, врубить это. Вот, кстати, RTX походу. Ну, где RTX походу? Подожди, его фарами есть. Ну, только что было у меня. Надо подымить, вот, видишь? Типа, я объемный якобы свет. Нифига себе! Можешь занять 10 тысяч на комп. Вещь впечатляет. Если серьезно, опять же, разница может быть, она и где-то есть, опять же, и сравнение с детальными сравнениями, по типу, там, я не знаю, всякие фары-нефары, но... Как сказать, купив Xbox Series X, наверное, с запуском игр у тебя будет меньше каких-то проблем, то есть, вот, и я сразу говорю, я не пекарь, и я понимаю, что, как бы... С третьей попытке фармса запустить игру с пиатой. Дело в том, что интернет был отрублен на кабель, я его отключал, чтобы проги проверить. Ну-ка, вот, чисто в освещении. Освещение, кстати, я не знаю, что тут включил, что-то графонистое. Ощущение, картинка стала какая-то резкая, слишком яркая, слишком темная. Нету. Не, ну, знаешь, форса, мне кажется, она везде красивая. Я бы сказал, здесь, знаешь, как-то может быть свет более такой, как сказать, более натуральный. Вот, отражение здесь нормально сделано, видишь, на капоте повторяет полностью отражение, то, что сверху. Ну, с новым рулем, я думаю, ты будешь гонщиком. Не знаю. В смысле, ты не знаешь? Надо точно учиться, но я здесь нормально. Короче, я сегодня взял плойку. Она вот в этом рюкзаке, поэтому, если вы думаете, что плойка не помещается в рюкзак, она помещается туда, да. И, конечно же, VR-ка сегодня вот этот и вот этот будет тестить эту технологию. Как ты думаешь, типа, тебе понравится VR или нет? Ну, не знаю, с меня какой. Не, просто я помню какие-то... Я пробовал VR тоже, но... У кого ты пробовал VR, что ты... У него очки были какие-то, но это не совсем VR-бокс, это не совсем VR-бокс. Это был, это был вообще, ну, типа... Это колхоз очки, короче. Я понял, короче, для телефона. Ну, да. Братан. Это не то. Реально, вот эти VR-бокс очки, это вообще ничего. Это так чисто смотреть видосики. Какие видосики? Какие? Ютубовские с этими аттракционами, всякую... Уточни, уточни. Режим просмотра кинотеатра в Ютубе, например. Хорошо. Скажи, ты довольен покупкой сила ПК? Да, полностью. То есть, понимаешь, да, в чем сила ПК? Ты можешь играть и в игры на плойке, и... Играть с Xbox. Кайф, 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 кайф. Это реально кайф, а.к.а. кайф. Не, ну, Диман, у нас кнопок, я только фигею. А какая кнопка включения? Так, что скотч белый. Короче, го запустим VR, дадим пацанам новую технологию, сейчас посмотрим, как они оценят ее. Прямо, щит яблок. VR говно, пацаны. Да, да. На Xbox не надо. Гробушка. Че, как, Сань? Как думаешь? Нормально. Не, я знаю, что есть всякие онлайн-режимы. Да, да, есть онлайн-режимы. Типа можно просто с друзьями ваннешать. Да, да, да. Он там не один. Он может ласка. Смотри, Думя наяривает. Скажи, покажи, че ты там нарисовал, Дима? Та-да! Дима, Дима, что за пасхалка такая, а? Короче, Димитрий, как тебе VR второй? Пушечка. Пушечка? Какая игра понравилась? Есть что, пробовал врезик? Павлов он пробовал? Так, Е-Хорайзен. Смотри, Павлов он интересен, да? Но в нем че-то не хватает. То есть там только чисто пушки получается. Нет, там полноценно онлайн. Я тебе просто обучение это включил. Но, знаешь... Там полцены КС-ка. Да, я понял. Но там как-то укачивает. Укачивающая тема. Вот, например, в резике и получается... В чем там? Хорайзен. В этом, да. Ой, если жук прилетел. А ладно, семерки. Ладно. В общем, в Павлове все-таки под укачивание какое-то есть. Но это, видимо, из-за камеры. Ты мне про игру скажи. Как тебе какого-то в плане ощущения именно без укачивания? Самое крутое это резик и хорайзен. Хорайзен прикольно же. Ты можешь что-то полазить, что-то поделать, посмотреть. А резик прикольный именно за саму вот эту фишечку всякие. Открыть, закрыть, там фонарик включить. Выключить, ножичек там взять, я не знаю. Там прям полно прохождение, так как ты проходишь там на поветоре мышки. То есть, с начала до конца как? Да, полностью ты можешь пройти. Да, это круто, на самом деле. Я, конечно, первое время потупил, немножко потормозил. Что-то там меня пошатало вот так вот в палу вид, да. Но сейчас я вообще нормально. Нужен ли VR Xbox? Да. 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 Не, пацаны, VR херня, типа, ууу. Это ни о чем. Вообще, это фигня все. Не надо, не надо. У ПК есть, у Sony есть, там есть дизайн. У Nintendo будет, а у Xbox нет, к сожалению. Не, на самом деле, VR тема прикольная. Вот, поэтому если у кого-то есть возможность, обязательно поиграйте. В общем, таков ПК за 10к. И, честно говоря, я понял, что, например, вот я лично, для меня лично, это не то устройство для игр. То есть, я понимаю, что если я, например, соберу ПК, я себя, капец, как минусану нервы. Я понимаю, что у меня будет много технических ошибок и так далее. И, соответственно, если мне нужно поиграть, мне лучше и проще купить консоль, нежели ПК. Вот. Я, на самом деле, рад за Диман, что в целом он реализовал свою мечту. Конечно, не до конца, ведь он купит корпус, да, Диман? Конечно. Моник, я надеюсь, в следующий раз он оборудует свой уголок прям в миллионы раз лучше. Сделать какой-то там главой стол или просто стол. Там сделать какие-то полочки, там, не знаю, какие-то фигурки, может, что-нибудь еще такое. Ну вот, поэтому как-то так. В общем, если вам понравилось это видосик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Обязательно свое мнение пишите в комментариях. Если хотите еще влоги, то пишите «хочу влог». И, соответственно, всем пока.